Всем привет, ребятки! Давно мы с вами не виделись в таком формате, в формате роликов. И в этом ролике я вам хочу показать новое обновление, показать новые, нововведения, ивентам и так далее. Поддержите меня лайком и можете также подписаться на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Войдите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, начнем, наверное, с самого интересного. Именно система дрифта, которую я, на самом деле, очень сильно ждал. То есть мы подписываем команду Drift. И здесь мы можем попасть на несколько трасс, которые мы можем проходить. И здесь есть свой, как бы, топ. Есть обычные он-лимиты, то есть где вы можете дрифтить сколько вам угодно. Там нету старта, финиша, то есть вы можете набрать там хоть 500 тысяч очков, хоть миллион. Как у вас, в принципе, это получится. То есть здесь есть даже вот лидер-борд, мы можем его посмотреть. То есть я сейчас тоже в этом участке, я на первом месте, получается, в порту. Как бы топ за неделю можете посмотреть по разным трассам. То есть что, сколько на дрифтил и за какое, как бы, время. То есть вы подъезжаете, допустим, на какой-то определенный участок. То есть есть здесь кат, пойдем на Тавриду, спуск Тавриды, Бусаево-Холмы, дорога Нашан-Арзамас и дорога Нашан-Арзамас-Анашан. То есть это трассы те, на которых вы можете, как бы, делать заезды. То есть вот вы подъезжаете, вот такой вот рисунок есть, как бы, на асфальте. Вы можете посигналить, либо прописать команду Drift. То есть здесь вы можете также посмотреть лидер-борд, топ людей, которые занимают места. То есть я здесь тоже есть, я тут на четвертом месте. К сожалению, ну, как бы, что есть, то есть. То есть вы тоже можете здесь топы посмотреть разных трасс. Я здесь на третьем месте, получается. Здесь я на пятом месте. То есть, ну, потихонечку, как бы, меня, конечно, немножко, короче, меня скидывают с позиций, как бы, хороших. Как бы, вот, заезд, вы можете начать заезд. То есть, если рядом будет игрок, который, как бы, сможет с вами поучаствовать. Вот, допустим, мы можем, вот, Винчестеру предложить, как бы, Drift. Там, на определенную сумму. То есть одна из трасс, испытаний, вся область с ограничением времени. То есть здесь можно даже выбрать два режима. Здесь мы можем прочитать информацию про Drift. То есть, главное, там, терминология, Drift, ивенты. То есть, за что даются, как бы, очки. Больше всего очков, как бы, за Key the Wall дают. Jump Drift, то есть это прыжки. Потом скоростная перекладка и идеальный Drift. То есть здесь вы можете почитать то, что вам лучше делать, а что лучше, как бы, не делать. Ну и также, конечно, даются вот такие вот кейсы. То есть, получается, в каждый понедельник в 00.05 вам будут даваться кейсы, если вы находитесь в топ-3, либо на трассах, где нету лимита, либо, получается, на вот таких вот трассах, где есть старт и финиш. То есть и в этих кейсах там, получается, есть третий чип, нитро, различные призы. Первое улучшение это госуслухи. То есть у вас открывается возможность оплачивать штрафы с телефона. То есть вам не придется ехать, там, допустим, в банкомат, либо в банк и оплачивать штрафы. Вы просто пишите, получается, команду фона. Здесь у вас будут оплатить все штрафы. Но для этого, как бы, нужно улучшение. Я еще его не купил. Но, как бы, сейчас я на это коплю, потому что улучшение очень хорошее. Это реально для меня, потому что я частенечко проезжаю там на красный, на радары проезжаю на большой скорости. Поэтому для меня это будет очень полезное улучшение. Следующее улучшение, получается, коммуникабельность. То есть при продаже содержимого контейнера в гос, выгода с него будет 80% от цены ставки. То есть сейчас, по-моему, приходит 60%. Если вы покупаете это улучшение, вам от ставки, если вы, допустим, выбили что-нибудь плохое, вы продаете контейнер, вам будет приходить ниже 10%, а 80%. То есть вы будете небольшой минус уходить, чем это сейчас. Следующее улучшение называется «Золотые руки». Уменьшает расход целостности инструментов для работы. Удочка, лопата, метла, бензопила, отбойный молоток, металлоискатель, сетка, лейка. То есть это очень тоже полезное улучшение. То есть у вас целостность этих предметов будет уменьшаться много меньше, чем, допустим, сейчас. Следующее улучшение, честно, я даже не могу прочитать название, очень длинное. Это улучшение дает возможность заменить номера в ГИБДД до 15 раз в сутки. С BlackVip 30 раз. Ну, в принципе, это для тех, кто любит реально там побивать номера. Следующее улучшение – это «Ловец 1». Дает возможность позвонить риэлтору и воспользоваться услугой «Список домов-должников». То есть вы сможете с телефона смотреть, какие дома как бы слетают. Ну и следующее улучшение – это «Ловец 2». При просмотре «Списка домов-должников» вы получите информацию о должниках за 12 пейдеев, а не за 3. То есть вы за 12 пейдеев будете знать о том, какой дом может как бы слететь. Получается, на скрафте появились новые инструменты, а именно мусорное ведро, которое вмещает в себя вплоть до 700 единиц мусора. То есть вы можете мусор как бы складывать в это ведро, но вытащить его вы оттуда не сможете. То есть вам нужно его обязательно сдавать на цех. Но когда вы сдаете на цех как бы мусор, то ведро как бы тоже пропадает. Это нужно иметь в виду. Также появилась золотая лопата, которая дает вам возможность как бы выкапывать клады. И если вы купали клады, там что-то есть, вы получаете «Х2» оттуда. По поводу аксессуаров. Появился получается кейс «Макдональдс». Появилась бита. У меня она также в принципе есть. Появилась еще такая кровавая бита. И вот такой вот интересный персонаж. Я не знаю откуда это. Может быть из какого-то аниме, из какого-то мультика. Также появилась новая одежда. Одежда Хабиба. Ну честно мне она не интересна, поэтому я ее даже крафтить не буду. Но возможно кому-то она понравилась. И кто-то попробует ее скрафтить, либо купит у игрока. Расходики. Здесь появились бинты. Очень, кстати, полезная тема. Я их уже скрафтил. Очень много штук. Очень классно, что на бинты нету КД. То есть да, оно приближает всего лишь там 20 хп. Но зато на бинты нету КД. То есть вы можете сразу заюзть там несколько бинтов. И поднять свое здоровье на 100%. В разном получается добавились у нас шпалера. Это для виноградников. Честно не понимаю. После крафта вы получите здесь шпалер. Используется для выращивания винограда на ферме. То есть без них как бы можно выращивать наград или нельзя. Ну и также добавились аккумуляторы для электромобиля. Для этого нужна электроника и как бы алюминий. Кстати, можно будет реально попробовать скрафтить. Не знаю зачем, у меня как бы нет электрических машин. Но для тех, кто как бы ездит на электричках постоянно. Их бесит, когда у них разряжается автомобиль. Для них эта тема реально будет очень полезной. Тем более скрафтить ее стоит не так уж и дорого. Также в этом обновлении появилось два новых набора. Один за 25 тысяч. В данном наборе есть одежда 2Би. Аксессуар белый договор. Аксессуар белый контракт. То есть это вот такие вот там катаны, как я понял. Я их в принципе видел. И у них есть вот такие вот анимации. То есть у этих катан они как бы там крутятся, светятся там и так далее. То есть ну это для анимешников. Я за эту тему честно как бы не шарю. Поэтому ничего сказать не могу. Ну и также появился набор Стилова. Как бы здесь есть у нас получается. Автомобиль 200SX. Одежда Drift Pilot Сергей Стилов. Drift Dym зеленый. И аксессуар кепка. Тем более зеленый дым это как бы новая такая темка. Новый тюнинг для автомобилей. Ну и давайте наверное я вам продемонстрирую как выглядит в принципе зеленый дым. Чтобы вы вообще понимали что это как бы такое. У меня на М5 стоит этот дым как бы. Вот так он как бы выглядит. И во время дрифта то есть он тоже как бы работает. То есть вы можете вот так вот дрифтить. И у вас как бы идет дым. То есть вот таким вот образом он отображается. С вами такой след остается. Ну тема реально прикольно выглядит. Я так считаю. Очень реально прикольно. То есть сзади у вас это все остается. Также есть получается износ на всем этом деле. То есть шины как бы не вечные. Их нужно ремонтировать будет в СТО. Не знаю сколько это будет стоить. Я еще не проверял. То есть в каждое время суток оно выглядит по-разному. То есть это еще зависит мне кажется даже от именно тайм цикла. То есть видите допустим вот я другой тайм цикл поставил. Он такой сейчас более насыщенный. Видите дым. Возможно кому-то не нравится. Возможно кому-то нравится. Но реально тема необычная я считаю. То есть у меня как бы зеленый неон. Поэтому как бы зеленый дым я считаю очень здесь даже неплохо смотрится. Ну как бы еще в кейсах есть там розовый дым. Я так понимаю сейчас есть только розовый дым и зеленый. Зеленый есть в наборе и розовый есть в кейсе. Также ребятки у нас поменяли паспорт. Теперь можно выбрать в реальной жизни где вы живете. То есть вы можете сами выбрать дату рождения. Можете выбрать место рождения. То есть там Украина либо Америка и так далее. Также серия номер это получается вот год вашей регистрации. То есть я аккаунт регистрировал в 21 году. Ну и здесь вы можете также посмотреть как бы военный билет, законопослушность, именное положение, адрес регистрации. Такая же история получается у нас с лицензиями. То есть тоже здесь пишется имя, фамилия, там пол, дата рождения, категория прав, А, Б, С. Здесь также еще пишется время через которое у вас эти права как бы пропадут. Ну и здесь прочее как бы расширение, хранение и ношение оружия, управление самолетом и вертолетом, ведение коммерческой деятельности. То есть в принципе вот так вот это все выглядит. Ну и конечно же также поменялся ПТС автомобиля. Выглядит он очень прикольно, мне реально нравится. То есть здесь еще должен отображаться автомобиль, но почему-то он не отображается. То есть здесь вот в кружочке должна быть допустим АМ-5. Ее еще можно крутить как бы, но почему-то это сейчас не отображается. То есть здесь вы можете поставить там госномерак или совладельцев. Тюнинг данного автомобиля, то есть видите вот дрифт-шины здесь как бы тоже отображаются. Не он отображается, пневма. То есть пневму как бы можно ставить вместе с гидравликой. То есть у вас может на машине быть и гидравлика, и пневма. Я насчет этого как бы узнавал. Но занижать вроде бы АМ-5 нельзя. Хотя вот допустим вот у меня как бы есть пневма. И мы в принципе можем попробовать ее поставить. То есть вот как бы использовать на АМ-5 и в 90. А, нихера себе, все-таки пневма поставилась как бы, да? Так, окей, хорошо, давайте я тогда вам пневму покажу. Просто вроде бы как она не работала. Так, вот прочая подвеска. И как бы у нас ничего не отображается. То есть как бы вроде бы пневма поставилась, но она не работает. Я не знаю как бы с чем это связано, но почему-то у меня как бы пневма не работает. Хотя я ее поставил. То есть она даже отображается в ПТС, видите вот. Я хотел, понимаете, вам просто показать то, что на АМ-5 нельзя поставить пневму. И по итогу я просто ее использовал. Так, давайте допустим попробуем заехать может быть в СТО. Может все-таки добавили занижение на АМ-5. Нихера себе. Оказывается клиренс добавили на АМ-5. Также получается добавили новое меню анимации. И будут как бы новые анимации, которые есть там на Венте и так далее. Я вам чуть позже их покажу. Получается нажимаете букву О, английскую. И здесь вы можете как бы избранное. Это то, что вы как бы сами выбираете. Чтобы у вас был быстрый доступ к этим анимациям. Получается здесь есть танцы, жесты, разные, агрессия, отдых. И вот эксклюзивные анимации, которые в принципе мне как бы недоступны, к сожалению. То есть их как бы несколько. То есть сальто назад и так далее. Но вот эти эксклюзивные анимации, они как бы есть получается именно на ивенте. В призах там есть. Либо получается в самом пассе. Ну так в целом, то есть вы можете вот как бы нажимаете, начинает танцевать. То есть очень как бы удобно. Не нужно, знаете, там писать слэш аним, там выбирать, там и так далее. То есть намного проще теперь пользоваться реально анимацией. То есть можно там жесты нажимать и так далее. Я на самом деле очень рад. То есть реально очень классная тема. Очень как бы удобно. По поводу получается самого ивента. То есть есть получается пасс. Ивент будет еще 28 дней. У меня 9 уровень уже. 220 получается конфет. Конфет это валюта, которая есть. Получается на этом ивенте больше опыта, больше предметов. То есть вот вы можете как бы приобрести пасс. То есть здесь очень много призов. Здесь как бы есть еще и анимации. Как бы вот, допустим, анимации. Есть вот такая вот добивание ногой. Есть анимации. Потом есть анимация креститься. То есть вот есть еще такая вот анимация. И самое прикольное, то что эти анимации можно будет продавать как бы на рынке. Вот здесь получается тоже есть призы. А вот анимация старта-назад. Вот эту анимацию, скорее всего, я ее куплю. Потом есть получается такая вот анимация со звуком. То есть вы будете там на гитаре играть и будет играть музыка. По поводу призов, получается вот такой вот есть у нас рюкзак в виде тыквы, который подсвечивается. Есть такой вот привидение, есть такой вот глазик, который шевелится, который будет у вас на плече. Получается клюв, который очень дорогой. Ну и конечно же там стробоскопы, пневмоподвеска. Как бы пневмы сейчас нигде в принципе нету. То есть она как бы есть только на венте. И есть получается в кейсе дрифт. Стробоскопы, аудиосистема, гидравлика, новые машины. Это Dodge Viper, Honda NSX и в принципе все. Больше как бы новых машин здесь как бы нету. Ferrari как бы есть, точнее была. Lexus был. Rolls-Royce очень классный, очень сильно хочу себе Rolls-Royce, если честно. Короче, призы в этом году реально тоже прикольные, интересные. То есть мне как бы все нравится.